добрый день уважаемые зрители канала рыболовные сети и рыболовные вопросы сегодня мы еще раз вернемся к вам верхнему плавающему шнуру к верхнему плавающему шнуру и подготовки изготовления рыболовной сети нет разницы скажем какое количество ячей вы наберете для посадки рыболовной сети то будет там 3 4 5 главное как мы проходили раньше с вами уроки до чтобы выдержать садовое расстояние чтобы выдержать садовое расстояние на шнурах до среднее садовое расстояние как я вам уже говорил разницы здесь нет то есть наберете в этом сороковку будете садить ее на 4 и че или на 5 и че или на 3 я че и в среднем это не зависит будет эта сеть метр или там 5 метров высотой значит существуют шнуры до плавающий шнур на сегодняшний день рассмотрим сплошной плавающий шнур в котором в котором находится материал полистирол полистирол или в некоторых шнурах еще есть до сих пор вспененный полистирол эти шнуры как выпускают у нас в россии разной разгромовки также и выпускают в других странах то есть этот шнур плавающий шнур да он имеет сплошной то что мы уже рассматривали с вами раньше уроки до в чем его в принципе недостаток если делать на долгий период времени значит по скажем вот этот шнур до непосредственно он такой серый серый это финский шнур патент патент которым встроенные поплавки оплетенные встроенные поплавки здесь поплавок он пенопластовый пенопластом спрессованный пенопласт сделан спрессованный пенопласт и оплетен шнуром скажем вот здесь два вида то есть такой поплавок тоже у нас в россии уже выпускают он бывает разноцветный и наши производители выпускают скажем шнур да такой шнур он мне тоже там понравился да то есть есть завода у нас россии вот этот сам шнур он намного толще да практически так выглядит 4 там 5 миллиметров этот шнур до более удобно держать в руке но немножко плетение но это было давно скажем плетение немножко здесь не так плотно как на финском шнуре он тоже неплохой шнур то есть разницы нет на какой шнур вы будете садить там сделанные где-то в финляндии или сделаны в россии в россии тоже с технологии хорошие станки стоят хорошие все хорошо разницами между этими шнурами скажем вот они оба лежат до имеет данные свои данные 9 грамм на метр 9 грамм на метр плавучести но вот этот шнур скажем он свои там 9 грамм держит вот этот сплошной с полистиролом да ну в моем понимании он где-то держит он все равно намокает набирает воду и где-то его показатель наверно на две десятых меньше то есть не 9 грамм а он где-то 7 грамм то есть надо учесть этот момент что поэтому шнуру надо взять его немножко побольше побольше величину ну и будет все нормально отвечая на вопрос то есть дмитрия сумченко да там изготовить сеть хорошую рыболовную сеть можно можно ее изготовить скажем долговечную сеть там но она будет дорогостоящая сеть это можно взять хороший рыболовный шнур хороший я имею ввиду японский там не китайский из него связать полотно себе до изготовить полотном и посадить его скажем на шнуры посадить на шнуры на поплавок сделать шнур то есть шнуры взять там да и посадить то есть она прослужит дольше это сей до более качественно штура ну хочу сказать другой момент да мы живем в россии и есть люди которые да скажем снимают сети воруют сети скажем это будет вдвойне обидно на если у вас украдут такую сеть зачем в этом случае вы взяли себе там посадили эту сеть до скажем другую там капроны или с лески вы сделали посадили да скажем порыбачили если она там немножко у вас порвалась там взяли и за что поляна дальше служит или уж совсем если износилась ну взять срезать ее до сетное полотно срезать и посадить другое сетное полотно в большей степени в сетях до стоимость больше скажем по шнурам стоит более дороже чем сетное полотно то есть шнуры стоят дороже вы срезали со старой сетки эти шнуры там плавающие грузовой да и взяли другие полотна пересадили сеть шнуры у вас есть себестоимость обойдется ниже и дальше продолжаете рыбачить спасибо за внимание